Продолжение следует... Если чуть-чуть подвисаю... Не придумывайте лишнего. Обычно придумывают, что-то говорят, что-то с ним не так, что-то там лагает. Я сегодня для этой трансляции сделал все. В том числе сейчас включаю камеру. Очень часто стал интернет лагать. Короче говоря, подстраховался, чтобы полностью эту тему открыть максимально. И эта тема, она не просто болезненна. А вы, наверное, замечали, что когда с человеком начинаешь разговаривать на какие-то темы, которые мало... Точнее, они не приняты о них говорить раньше было. А сейчас начинаешь говорить, и человек там говорит, что за бред? Что за чувство? Что ты вообще несешь? Что там за хрень? И тем самым человек показывает, что на нем надеты иллюзорные очки, которые он снимать никак не хочет. Не то, что сказать не хочет. Они уже приросли. И снять очки и посмотреть на реальность человеку смертельно. Смертельно опасно. И как только он начинает созерцать реальность, тут происходит такой нонсенс, что либо человек вдруг прозревает и начинает искать истину, либо же он уходит в мир иной. И уже на эту тему много сейчас мы с нашей командой записываем видеосюжетов, потому что смертность... Вчера с Вичезаром записали видеосюжет о смертности. Статистика, конечно, очень интересная. Он приводит свои статистические данные. Я делюсь тем, что в свое время поведали мне специалисты разного плана. Но здесь это все нормально. Это было всегда. И человечество всегда противостояло неким силам. Вот теперь посмотрим, что это за силы такие. О них много сказано, там много им названий дано. Но самый главный враг человека – это сам человек. И почему? Потому что он пытается найти истину где-то извне, не в себе. Он пытается доказать какую-то свою правоту, не истину, а правоту другим людям. И в этом плане он как раз и претерпевает то самое состояние, когда либо происходит рост новых нейронных сетей, либо происходит железобетонное цементирование его сознания. Вот, кстати, немножечко мы уже с Аллой записывали про дюбажирование, про голод. Знаете, интересный такой момент. Очень интересно за собой наблюдать, когда ты садишься на голодание и не считаешь, сколько ты уже прошел. А считаешь столько, вот ставишь себе, помните, три вопроса, да, для чего ты это делаешь, сколько намерен делать и что ты будешь делать для того, чтобы тебе это прошло качественно. И вот когда ты ставишь себе цифру, конкретную цифру, то ты идешь к этой цифре. Ты не считаешь то, что уже пройдено, а ты идешь вперед и считаешь, сколько тебе осталось и что ты там будешь делать. Вот по этому принципу устроен механизм, вы знаете, такой картинки видели, но это на самом деле так. Когда ослику впереди подвязывают морковку, да, и он всегда идет, то есть он видит, что до морковки осталось какое-то время, да. Но если, как говорится, его и морковка впереди не мотивирует, да, то вставляют морковку сзади. Я извиняюсь за такие выражения, но мотивация, она с двух сторон. Либо морковка спереди, либо морковка сзади. И когда, вот, морковка сзади приходит тогда, когда человек не готов развиваться и не готов изменяться. Вот в этот момент приходит ему урок, который либо он усваивает, да, либо эта морковка входит очень глубоко и просто живой субъект, он уже не готов к этой морковке, он погибает. Так вот, семь фильтров, семь очков, так называемых, да, которые на себя человека надевает, иллюзорных. Они на самом деле находятся очень близко, их можно даже пощупать, потрогать и осознать. И вот сейчас я хочу предложить вашему вниманию. Первое. Первое. Чем отличается правда от истины? И слово «правда» сама по себе несет аббревиатура, несет в себе смысл следующий. «Ты прав», «да», «я прав», «да», «а истина», «а истина» где-то рядом. И вот истина, она постоянно находится в перманентном состоянии. Сколько людей добавляется, да, вот истина, она начинает проявляться где-то в середине той правды, которая формируется вот в определенном обществе. И создается очень много иллюзий для того, чтобы человек видел свою правду и за свою правду бился. Мало того, человеку создается правда для того, чтобы он за эту правду бился, но постоянно уводится от истины. И когда человек начинает приближаться к истине, для него создается иллюзия, еще какая-нибудь одна иллюзия, впадая в которую, человек на самом деле уходит в свою правоту. И давайте по этапам. Первый фильтр. Первый фильтр – это спорт и питание. Как бы это ни было, да, парадоксально, но именно спорт и именно питание за последние 70 лет очень сильно изменились. После того, как ликвидировали Иосифа Исарионовича, то есть, наша медицина и вообще, то есть, кто его ликвидировал? Ну, наверное, знаете, уже сейчас это не секрет, да, вот эта вот заговорческая идея троцкистская, она откуда шла, корни ее откуда. Они идут с запада, да, вся вот эта вот шатия-братья, там можно много перечислять Ротшильда, Рокфеллера и так далее. В принципе, весь мир поделен вот этими фамилиями, да. Но другой момент, что при Иосифе Исарионовиче выстраивал сама по себе идею нового человека. И здесь нельзя сказать, что это хорошо или плохо. Это просто было, да. И то, что это не состоялось, возможно, это тоже в какой-то степени хорошо. Но вопрос в другом. Что мы получили? А мы получили перестройку нашего, переформатирование нашего мышления. В каком плане? Ну, к примеру, многие помнят такой стишок из песенки. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. И для чего пить молоко, да? Казалось бы, там кальций. Но кальция там условно из 100 единиц, из допустимых 100 единиц, да, там в лучшем случае 10 единиц. И больше молоко вымывает кальция из нашего организма. Но кто об этом знает? И кальция больше, безусловно, больше в чайной ложке того же кунжута, да, можно разжевать. И ты получишь, по-моему, в 306 раз больше кальция, чем ты от литра молока. Так вот, нам стали прививать кукурузу, всякого рода там другие культуры, да. Убирать амарант, коноплю, лен и так далее. Постепенно это все стало уходить. Естественные продукты и питание, и одежда, и так далее, стали уходить из нашего обихода. И нам стали привязывать совершенно другие принципы. Совершенно другие диеты, мировоззрение и так далее. И посмотрите, как изменилось вообще-то, что произошло в 90-е годы. Нам просто на наше, в наше сознание просто хлынули разного рода вот эти вот фейковые направления. Это там славянизм, всякие там, этот, кришнаиты, да, там вот просто куча, море течений под грифом, да. Это, оказывается, от нас скрывали, да. Посмотрите, это истина в первой инстанции и так далее, и так далее. И что произошло? На самом деле, самый простой принцип, да, разделяя властвами. Мы об этом, о религиях еще чуть попозже поговорим. Это следующие фильтры. Но нам навязали спорт, и мы очень, имеется в виду не культура, не физическая культура, а именно спорт как бизнес. Потому что спортсмены той же сталинской эпохи, это были не профессиональные спортсмены. То есть, так же, как и депутаты, не было профессиональных депутатов. Были люди из-за станка, да, то есть, да, они тренировались, конечно, то есть, работали меньше, тренировались больше, но они были завязаны на какой-то специальности. Но когда Иосиф Васильевич ликвидировали, тут стал процветать именно профессиональный спорт. И во что он сейчас вылился, ну, как бы не секрет, мы можем посмотреть последние результаты последней Олимпиады. И вообще, что сейчас там с допингами и прочее. Нам стали навеивать всякого рода там диеты такие, как вегетарианство, веганство, всякое вот это моно и прочее. На самом деле, это всего лишь диеты, которые могут поправить здоровье. Но если человек об этом не знает, он может очень сильно нарушить свое здоровье. Не только в питании, да, но и в спорте, так называемый. А спорт, профессиональный спорт, вы знаете, что профессиональные спортсмены, они не живут долго. По многим причинам. Просто тело не выдерживает, не выдерживает психика и так далее. И это первый фильтр, который сделал, стал в нас выращивать фанатов. То есть, мы стали, точнее, можно так сказать, что это последний фильтр, который на нас наложили, чтобы мы стали обществом потребителей. Так вот, когда человек уже просто офнарил и требует хлеба и зрелищ, то он уже превращается в плебея. И опять же, плебеи, вот на меня иногда обижаются, зачем ты там говоришь такие там быдло, там выродки, плебеи, там другие там. Ребята, ну это же литературные слова, это литературное определение, научное определение. И если кто-то обижается на такие слова, нужно просто понимать, что значит ваш уровень развития, он требует повышения. И мы действительно, то самое плебейское общество сейчас, и не надо иллюзии питать, я себя уровень плебейства никак, ни в коем случае не снимаю. Просто если посмотреть, то сейчас современное общество сошло на уровень хлеба и зрелищ. И вот спорт, он именно этого и несет. Вот смотрите, то есть люди, болельщики, то есть фанаты, да, что пиво, всякого рода там нездоровая еда. В результате к чему это приводит? То есть нездоровой едой человек раскачивает свой организм, смотрит вот эти все подставные матчи и прочие все эти фанатские вещи, да, спортивные. И что с ним происходит? Ну сколько случаев, когда фанаты, да, просто разрыв сердца был от тех или иных там перипетий, которые происходили на стадионе или там где-то, да. То есть люди стали подсаживаться вот именно на вот это, вот это изобилие, да, такого халявного, такого внутреннего состояния, кайфа, да. То есть, ну, другими словами, наркотики. Второй фильтр это изучение истории, а именно истории возникновения государства и конституционного строя. Мир политики это грязный мир, куда разумный человек не захочет идти, так как там столько грязи, что человек встает перед выбором утонуть в этой грязи или остаться человеком. Человеку свойственно жить по совести, по совместной вести. То есть, когда мы договариваемся друг с другом, да, то нам не нужны законы. Но вот этот вот мир политики, который формирует в нас сознание, что это грязь, да, и постоянно так говорится, что там воры, мошенники, грязь и так далее. И нас таким образом, да, постепенно-постепенно отстранили от того, чтобы мы принимали собственное решение. Вот сейчас, да, скоро у нас трехдневный фарс, который нам хотят устроить. И тоже сейчас я уже свою позицию выразил, и позиция моя очень простая, что идти на выборы это равносильно то же самое, что садиться за карточную игру с шулером, который просто в совершенстве знает карточную игру. То есть, идти туда и якобы проверить там свой голос и так далее, извините, ну это абсурд. Абсурд, потому что они все равно, они-то уже все сделали, это мы туда идем проверить, глазком посмотреть. А они-то уже все сделали, они все сделали для того, чтобы сделать свои результаты. Так вот история показывает следующее, особенно сейчас очень много выложено всякого рода информации, которая подтверждает только одно. Что мы ничего не знаем, абсолютно ничего не знаем про историю более попозже, чем сто лет. Мне тут недавно подкинули документ, очень любопытный, говорящий о том, что до революции, оказывается, вся Европа это была территория Российской Федерации. Ну, то бишь, бывшей России. Меня это не удивило, просто из-за того, что меня всегда забавлял вопрос, кто такой Суворов. Ведь если посмотреть его звание, титулы и так далее, очень интересно то, что там какой-то князь или граф, там курфюрский, там такой-то, такой-то. То есть, перечисляются там австрийские, какие-то немецкие, там французские какие-то, каким графом он стал. А в результате чего это? Что такое-то? То есть, русский офицер, да, генерал, каким-то графом является там других государств? Так вот, этот документ нисколько не удивил, а, ну, скажем так, потешил то, что мы действительно не знаем нашей истории. И нам приписывают там, ведь опять же, тоже с Савчизаром не так давно, уже, по-моему, этот видеосюжет выложили, что, к примеру, он там через Ивановскую область проезжает. Я там к Денису езжу туда на производство на наше льняное, езжу там тысячи пятьдесят километров, да. И что мы замечаем? А мы замечаем следующее, что когда мы едем вот по этим заброшенным, ну, там, по заброшенным дорогам, по факту, хотя в Ивановской области нормальные дороги. Но мы встречаемся с тем, что в каждой самой маломальской, вот такой, знаете, раскрученной деревне, еще не умершей, обязательно есть каменная церковь. И вот у меня, каждый раз, проезжая такие поселения, я всегда чуть-чуть притормаживаю и задаю себе вопрос. А на основе чего вообще, на каких основаниях здесь возникла вот этот населенный пункт? Потому что обязательно должна быть вода, обязательно должна быть плодородная почва, просто так эти дома на камнях не ставят. И почему? Деревянные дома, да, но всегда каменная церковь. И наш ответ нашел в диалоге, опять же, с пулей снегопада, мы там часто переписываемся, и у него, он тоже там выразил свою меру понимания, которую тоже я ему ответил. Что я вижу только одно, что церкви, никакие не религиозные объекты, они стали потом религиозными объектами, после того, как произошли некоторые изменения. Изменения в плане переформатирования общества. А эти церкви, уже доказанный момент, уже очень много на эту тему роликов снято, что это энергетические объекты. То есть, энергостанции, которые, да, каждая деревня нуждалась в энергостанции. Почему вот дома деревянные, да, а энергостанция, она каменная? Почему во многих церквях до сих пор находятся металлические полы? Тоже это, особенно это в этой Костромской области, в Ивановской Костромской области, вот это вот очень наглядно, прям можно там, конечно, это переплавили уже все, да, много чего переплавили. Но в частном музее мы видели эти полы, и эти полы, там плиты, их пытаются выкупить у хозяйки за очень большие деньги. Я их очень просил, говорю, вот ничего из ваших экспонатов не продавайте. Потому что их частный музей, я уже публиковал посты, делал, да, про этот частный музей. Там просто каждый экспонат, он уникален. И в музеях таких экспонатов вы не найдете. Так вот, дело в том, что мы совершенно не знаем свои истории. Нам ее пытаются навязать, там, римское право, там, какие-то еще, там, какие-то, этот, Романовых. Но вы тоже знаете, что фамилия Романовой, это была фамилия придумана кем? Уже Временным правительством. До этого, в общем-то, царям не требуются фамилии. Они, в принципе, если посмотреть, там, эти французские, там, фамилии этих королей, там, и так далее. Они просто, ну, Людовик, там, 17-й, я не знаю, там, 13-й и так далее. То есть, фамилии-то нету. Но нашему владыке, так называемому, дореволюционному, у него почему-то была фамилия. И эта фамилия, это была, то есть, ну, другими словами, погоняла, то есть, к какому крылу, к крылу, управленческому крылу относится. Так вот, это управление миром, оно всегда было вот этими тайными обществами, которые сейчас это все всплывает, там, колено и прочие, всякие инсайдеры это все рассказывают. Это, конечно, все здорово, да, вопрос в другом, что вся информация нам, вот, если так посмотреть, то это, как вот, есть интернет, которым мы пользуемся, да, и этот интернет, есть другой интернет, к примеру, для силовых структур. И вот наш интернет, это всего лишь 6-10%, которые входят в 100% интернета силовых структур. Но это только силовые структуры. А есть еще интернет для власти, имущих той верхушки, и силовой, интернет силовых структур, вот есть, к примеру, наверное, слышали, есть такой интранет, это у железнодорожников, да, то есть, есть свои специфические интернеты. И вот уже у власти имущих интернет, он, вот, интернет силовых структур, то есть, он 10% от того, что у них есть. То есть, получается, в сухом остатке, та информация, которую мы с вами владеем через интернет, это всего лишь 1%. И теперь становится понятно, да, как этот 1% на самом деле, то есть, что туда вкладывают, какую фейковую историю, как ее там красиво упаковывают, а упаковывают по простому принципу, что вот 10% правды упаковывается 90% ложью. И эта ложь, она, как раз, правда, она цепляет человека, она цепляет его за душу. И человек такой, опа, вот тогда эти книги Виктора Суворова, если кто их читал, да, они, вот, первая книга его, я забыл, как называется, первая книга очень цепляет. Почему? Потому что мы проверяли, притом, ну, прям, инициативная группа проверяла, что в его первой книге было 98% ссылок на абсолютно достоверные источники. И веры было прям, ну, вот, на 100%, а то и больше. Эти книги просто расширяли сознание такое, как же так, да, вот это же оказывается, вот как война-то начиналась. Вот то же самое происходит и с той фейковой правдой, которую нам закидывают, да, и расширяют. То есть, находят какого-то спикера, которому закидывают эту информацию. Опять же, наверное, слышали вот эту историю по поводу, там, медсестры, которая, вот мне недавно этот видеосюжет закидывали, разоблачение этого сайта, что якобы какая-то видящая медсестра из Ватикана или, там, пишет про Ватикан и так далее. Вот, это было в прошлом году, там, вау, ты посмотри, ты послушай, вот там, сколько эта жена всю правду пишет. Оказалось, что это никакая не медсестра, это сам Ватикан, он обязан, обязан давать правду для того, чтобы люди имели возможность соблюдать кон воли. То есть, каждый человек имеет право услышать правду, но как он на нее будет реагировать, вот уже вопрос второй. Людям дают иллюзию их выбора, но их мнение сформировано не на неграмотности и ложном патриотизме. Нас стравливают между собой, создавая все больше партий. Нам навязывают чужое мнение, формируя голос авторитета нашего сознания. То есть, посмотрите, правда, как я уже говорил, то есть, правда формируется, вот эта вот современная правда, формируется очень просто. Ну, вот нашего, там, пузатенький такой, мордастенький такой, этот, новый, там, врач, да, который постоянно за эту заповидловую систему, у него просто на него посмотреть, там, здоровья-то нет у человека, да, но на нем есть белый халат. Значит, он авторитет. Где у нас сейчас, там, Лео Бакери, к примеру, да, где у нас там, кто, ну, короче говоря, замечательные врачи, которые раньше, то есть, которые стали говорить, ребята, нельзя, нельзя делать то, что сейчас нам навязывают, да. Где они сейчас? Они их убрали с экранов телевизора. И навязываются те самые авторитеты, да, которые, вот, такие социально-политические авторитеты, которые буквально в таком, знаете, вот, обратите внимание, как эти авторитеты доносят информацию, да, они делают руки вот так вот, что, вот, посмотрите, что сейчас вот такая ситуация. И если кто читал книги Пола Экмана, знает, что когда человек, оратор, делает руки вот так, да, то на самом деле, вот, все говорят, там, вот, вот, такой знак, это знак масонов. Ребята, ну, это знак вообще, что человек думает. Он думает, что сказать, да. А вот когда вам, перед вами выступает спикер и делает вам вот такой вот жест, вот здесь надо задуматься. Потому что этот жест как раз по факту, как говорит Пол Экман, то есть он делает доминанту, доминантом того оратора, который перед вами выступает. Ну, я не буду сейчас цитировать Пола Экмана, его книги нужно просто читать. Они читаются очень тяжело, потому что это настоящий физиолог. И ни в коем случае не берите Алана Пиза. Ну, это клоун, он популяризировал эту тему. И опять же, для того, чтобы люди ушли от истинного понимания физиологических процессов, которые происходят в сознании человека. И вот у Пола Экмана, просто чтобы тоже придать ему авторитетности, кто-то, наверное, знает, что Пол Экман это консультант фильма «Обмани меня» трех сезонов. И если вообще в этой теме не знакомы, да, то посмотрите этот сериал, вы от него не оторветесь. То есть, реально очень круто, очень круто поясняется, какие жесты, мимика и так далее показывают о том, что политик или кто там, спикер, который перед вами стоит, он врет вам. И именно по мимике, жестам и поведению человека можно определить вообще, что сейчас вы слышите, истину или это ложь. Поехали дальше. Третий фильтр. Экономика. Где в мировые ресурсы входит сам человек. Ну, вы слышали, да, что многие сейчас, вот эти вот корпоративные власть имущие, они говорят, что человек это и есть ресурс. Человек есть ресурс, человек есть батарейка. Я об этом уже говорил. И для этого нужно вспомнить, опять же, процитирую слова Никола Тесла, который говорил так, что энергии человека хватает для того, чтобы освещать целый город того времени. А вот теперь вспомните такие выражения, как ваша светлость, ваше святейшество, ваше преосвященство и так далее. То есть, какой образ мышления был у того человека, того периода. Конечно, до нас сейчас дошли, уже все переписали и так далее. Да, вот ваше высочество. Ваше высочайшее там величество. Да, что это такое? Это что за звания такие? Это не преувеличение какого-то статуса человека. А ваше высочество, это не что иное, показывает на высоту человека. Если мы смотрим на старые фрески, где очень хорошо показано, что люди трех... На фресках очень хорошо показано, как люди двух или трех роста. Один рост до двух метров, потом свыше двух метров и дальше уже гиганты. Об этом, собственно говоря, пишется в Библии. А Библия, вы знаете, она была написана в середине позапрошлого столетия. И там просто собрали все, что было. Как говорится, слепили. Я его слепил из того, что было. И забыли почистить. И каждый раз там пытаются что-то подчищать. И некоторых строк там уже не находишь. Для этого была создана вот эта вот ситуация с эффектом Манделы. Ну, возвращаемся. Так вот, человек, как батарейка, питает эгрегоры, чтобы они сияли и слепили сознание других людей. Цвет авторитета. То есть, смотрите, создается партия. Туда приглашаются какие-то там звезды шоу-бизнеса, спорт или что-то такое. И создается некий свет авторитетности. Посмотрите, да, эти люди из народа, они идут. Вот давайте питайте к ним любовью. И ведь почему туда приглашают разного рода спортсмены, спортсменов там в партии, там, актеров и так далее. Потому что у них уже есть определенная авторитетность перед определенными группой людей. И им уже есть определенное доверие, да. И человек отдает эту энергию доверия, отдает этому персонажу. И любовь, так называемая, любовь, влюбленность, точнее, в этого персонажа, она разжигает его, вот эта энергия, человек отдает, энергия любви отдает этому персонажу. Он разжигает его якобы истинный свет, там, правду и так далее. Что придет этот человек и будет нам счастье. Ну, элементарно, посмотрите президента Украины, да, что произошло. Конечно, уже старый там он свое изжил, да. А нового просто подняли. Была действительно комичная ситуация. И как бы это ни было печально, но... И я не приверженец каких-то государств, политик. Есть моя родина. И моя родина, она расширяется значительно выше, дальше и шире тех границ, которые нам поставили. Поэтому у меня нет никаких притязаний по поводу политики и границ. У меня есть просто примеры, да, к тому или другому персонажу, которого мы можем вживую посмотреть. Энергию человека покупают за бумажки. И бумажки стали цениться выше, чем сам человек. Если раньше люди гибли за металл, то сейчас гибнут за бумажку. И мы знаем, что жизнь человека, на самом деле, она ничего не стоит. И когда случаются какие-то катастрофы или катаклизмы, да, этими вновь напечатанными бумажками пытаются откупиться перед человеком. А жизнь человека – это святое. И мы дальше будем в этом убеждаться. Четвертый фильм. Эфильтр. Наука. Для нас разделили восприятие целостности мира на изучение в разных отдельно выделенных науках или направлениях, где поставили авторитетов, лидеров мнений. А кто они, лидеры мнений? Так нас разделяют и властвуют, используя нашу безграмотность. Ну, напомню, я сам доктор технических наук. Докторская сделана, защищена на модели факторного анализа. То есть, берется какой-то объект и все возможные факторы, которые могут на него повлиять, они сходятся, сводятся в единый реестр и выделяются те факторы, которые можно изменять для того, чтобы регулировать процесс. Так вот, когда у меня было свыше 50 патентов, то есть мы это полностью переоборудовали, автоматизировали комплекс, но пришел, будем так его называть, дядя Вася, который кувалды убил полный, все, весь комплекс сломал одним ударом кувалды. Вот в тот момент я стал заниматься психологией и экономикой. И в свою докторскую диссертацию, которая уже была написана, я добавил еще психологию и еще, то есть разделы, две главы по психологии и две главы по экономике. И что вы думаете? Как отреагировал ученый совет? Я пошел на предзащиту, у меня было из восьми предзащит, это была восьмая, после которой я просто уже, ну не сдался, а просто очень сильно разозлился. А когда человек злится, он может совершить невероятное. Так вот и произошло следующее. Когда я доложился в ученом совете, то мне сказали так. Мне было тогда 35 лет, молодой человек. Вы не просто наглец, вы еще и абсолютно бездарная личность. Потому что нельзя соединять технические науки и психологию. Нельзя соединять экономику и психологию. Почему? Вот у меня был единственный вопрос. Почему? Ну потому что вам, наверное, надо заплатить нам 20 тысяч долларов, и мы подумаем. Это конкретное было предложение. И мы подумаем, допускать вас на защиту или нет. Но я узнал потом, что это было лукавство. Даже в этом случае. То есть таких претендентов не было. По двум специальностям докторские были защищены. Но это были люди уже предпенсионные. И уже пред, как говорится, перед отходом, как говорится, жизни. И они долго там, им уже не надо было коптить небо с такими мыслями. Так вот, у нас стоит запрет в Министерстве образования и вообще в науке. Стоит запрет на объединение каких-либо научных направлений. Мы на мир смотрим, извините, вот через такую щелочку. И когда мы получаем какое-то образование в каких-то учебных заведениях, на самом деле мы получаем не образование, мы получаем оболванивание. И надо просто это признать. На курсах обычно спрашиваю... Так, 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 стоп. Людей с видением и повышенной чувствительностью осмеивают и дискредитируют, чтобы скрыть истинное положение вещей, что такое истина. Так вот, на курсах, когда ребята идут на воссоединение с родом, то есть развиваются по факту свою чувствительность, о которой мы поговорим еще дальше, да, это еще один фильтр. Так вот, многие задают мне такой вопрос. А это я себе не надумал? И вы наверняка сталкивались с тем, да, что когда вы что-то видите, что-то чувствуете, но не можете что-то, но боитесь это сказать, и через какое-то время это сбывается, да, что происходит с вами? Вот наверняка у каждого было такое состояние, да, что вы имели свое меру понимания и хотели ее донести, но вам просто сказали, ты что бред несешь? Особенно это говорят детям, да, которые еще могут помнить свою прошлую жизнь. Так вот, на самом деле в нас заложена наука, и человек ничего не выдумывает. Это уже подтвердили многие ученые, вот именно кто занимается, кто подтвердил в своей степени дипломами этими аттестатами, докторскими аттестатами. Так и говорят, что мы ничего на самом деле не придумываем. Но есть иллюзия, которая создается. И мне сейчас не стыдно признаться, и еще позапрошлом году я хотел публично порвать свой аттестат доктора наук, потому что он мне в принципе уже не нужен. Авторитет мне и так уже хватает. Так вот почему? Я могу признаться откровенно. Когда мы делали кандидатские диссертации, то лично я написал 4 кандидатские диссертации на продажу. Ну, надо же как-то зарабатывать, потому что науке много сильно не заработаешь. После того, как только прорвешься. Так вот, эти диссертации были основаны всего лишь на вымысле. Экспериментам не подтвержденные. А вы знаете, сколько таких диссертаций делается? Каждая. Каждая, повторюсь, диссертация. Сейчас наука не делается. И я не лукавлю. Я говорю то, как на самом деле есть. И делается это очень по простой причине. Если есть, создается научная школа, то эта научная школа может диктовать свои правила. У нас была научная школа, откуда вышло два доктора наук. По-моему, 24 или 28 кандидатов наук. И мы могли себе позволить говорить то, что мы говорили и другие принимали как истину. То есть, наука это просто фантастика. Это фейк. Науки на самом деле не существует. Вся наука в голове у человека. Но люди верят авторитетам. Поехали дальше. Пятый фильтр. А кто... Так называемые тайные общества. Эти общества, это пятый фильтр, эти общества используют истинную науку, основанную на знаниях законов природы и оккультные знания. Ну, здесь надо опять упомянуть, кто такой маг. Маг это аббревиатура. Мэ, материя. А это божественное. И Гэ, глаголния. То есть, материю Бог создает глаголнием. А глаголния это мысль, это слово и дело. Так вот, когда человек осознает, что он и есть тот самый маг, он первое сначала, он думает, какую мне материю создать. Ну, я уже в самом начале этого стрима сказал, да, три вопроса. Для чего я это делаю? Какой период времени я это буду делать? И что я буду делать для того, чтобы у меня получилось? Так вот, когда формируется какой-то образ, то человек не должен себя ограничивать. Он формирует свой мысльный образ. Он формирует свое пространство. Он говорит об этом пространстве. Он начинает это делать. И постоянно совершенствуется. Вот тогда и рождается материя. Вот что такое маг. Маг это по-современному, это ученый. Ученый, который создает, ну, как я уже говорил, научную школу, да. И эта научная школа, она до сих пор о ней, вот опять же, о совокупности наших изобретений, совокупности наших исследований, там написанных книг и так далее, до сих пор в поисковике забивают книги с моим авторством, основанные вот именно на научных исследованиях по логистике перевозки сыпучих грузов. То есть, сам человек создает направление мысли, и это направление мысли расширяет. Но официальная наука, официально признатым министерством, оно делает рамки, через которые ты шаг вправо, шаг влево, ты из этих рамок не выходишь. И я уже сказал, когда в своей докторской диссертации я хотел расширить рамки до уровня психологии и экономики, сказали, нет, ты туда не ходи, вот только здесь ходи. И только вот об этом говори. И как мне сказал мой мудрый научный руководитель, говорит, Игорь, не надо ломать копии, особенно в 35 лет, не порти себе судьбу. Просто защити докторскую по техническим наукам, а потом занимайся чем хочешь. Вот поэтому сейчас я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься, и к чему лежит сердце, к чему лежит душа. Так вот, маги знают эти законы природы, а людям, точнее, тайные общества, они знают эти законы природы, и людям приказывают надевать намордники, чтобы молчать и быть исключительно потребителями того, что им предложат. В свое время, когда это был какой-то 2007 год, в Самару приезжали удивительные люди, тогда только формировался этот Роснана, и приезжали трижды доктор наук, он физмат, военные науки, еще что-то, экономик, по-моему. Удивительный человек, который нам показывал фокусы, нанофокусы. Он превращал сигареты из одной марки в другую, он именно через телефон, через облучение, он давал человеку облегчение его физической активности и так далее, показывал фокусы. И мы тогда очень были удивлены, как же так, изменение свойств материала. Кстати, если хотите эту тему поглубже посмотреть, то почитайте, в открытом доступе это есть, как погиб Аркадий Боровик. По-моему, Аркадий Боровик, да, это начало 90-х годов. Просто самолет стал как бумажный, крылок стал как бумажный, и самолет упал с полными топливными баками, но весь разлетелся, но не загорелся. А вы знаете, что для керосина много не надо. Большой температуры не надо, достаточно одной искры. Так вот, нанотехнологии, когда спрашиваешь, ты знаешь, что такое нанотехнология? Обычно люди не знают, что ответить. Говорят, там, 10 в такой-то степени. Но на самом деле нанотехнология – это изменение свойств материала. И один патент мне очень сильно подгадил мою историю, будем говорить так. Я подал патент, но отказался от него. Уже было поздняк отказываться. Его сделали секретным. Это когда преобразование сыпучих материалов в жидкое, псевдожиженное смесь. На 10 лет я был, скажем так, подслежкой. И 10 лет я не имел права выезжать за границу. Собственно говоря, с тех пор я и не стремлюсь за границу, в принципе. Потому что один раз мне только съездили туда, за мной закрепиться погоняло иностранный агент. Меня уже и так называют иностранным агентом, потому что я якобы не патриот. Я патриот своей родины. А моя родина – это вся земля, на которой живут все люди. Так вот, наш патриотизм – это всего лишь надуманная история. Надуманная история, которую нам дают вот эти вот товарищи со жвачкой. Шестой фильтр – тонкий мир. Восприятие четырех миров. Что такое тонкий мир? Тонкий мир, он присутствует в четырех мирах. Навь, явь, правь и славь. Когда появились религии, вот эти вот… Да, я немножко перескочил. Религии появились, вот как раз это тайные общества, стали создавать разные роды религии. И для сокрытия истинных знаний создавались эти религии множество разных сект, религий, в которых отнимается истинное, божественное предназначение человека. То есть, ну вы знаете, что религиозный человек – это не есть равно верующий человек. Религиозный человек – это верующий только в догматы. И обычно, когда так называемого религиозного человека спрашиваешь, а ты Евангелие-то читал, ты Библию-то читал, то, как правило, идут на попятную и агрессируют. Потому что если хотя бы один раз прочитать Евангелие, особенно Библию, все становится на свои места. И возникает куча вопросов, на которые попы не могут ответить. Но потом они калуарно говорят, что ну да, мы не имеем права об этом говорить, но да, действительно это так. Да, действительно были великаны, да, действительно христианская и мусульманская религия, они служат сатане и так далее. Но мы же уже здесь кормимся, нам же хорошо, у нас комфортная зона, нам нельзя что-то менять в этой жизни. Иначе нам будет плохо. Ну, как раз именно вот эти попы-то нас и учат. Чему? Преклоняйся, да, перед кем. Мы же сейчас уже увидели, перед кем на самом деле преклоняются та же самая христианская религия, та же самая мусульманская религия и вся вот эта вот братья. Вообще вся религиозная братья. Так шестой фильтр, это тонкий мир. И тонкий мир, вот к примеру, во многих храмах, которые создавались, заново расписывались, он в тонкий мир уже подавался в виде страшилок, когда входишь, вот обратите внимание, когда вы входите в большинство храмов, в самых прихожих начинаются всякого рода фрески, на которых показаны всякие ад, там всякие вот эти вот расправы над грешниками и так далее. Как вы думаете, для чего это делается? Самая примитивная история по поводу рекламы, это игра на страхе. И когда, особенно, когда ребенка вводишь, вот я Машу вводил в храм, для того, чтобы она понимала, про что речь, потому что дедушка очень говорил, что окрестите Машу, окрестите Машу. Мы пошли в храм, просто Маша спрашивает, а что это такое? Я говорю, пойдем. И когда мы вошли, он говорит, папа, а что это такое? Почему люди в огне? Я говорю, дочка, а как ты видишь? И ребенок стал говорить истину. И когда она увидела распятие, она сказала, папа, а за что это его? Почему этого дядю не снимут? Вот ребенка, вставим, ребенка глаголит истина. Мы же зашоренные тем, что якобы это спаситель, якобы он нас спасал и так далее. Мы едим его плоть, мы пьем его кровь, но мы не задумываемся над тем, чтобы перестать это сделать. Потому что мы каннибалы, которые поощряют вот эти вот религиозные все выкладки. мы сами вот этими своими ритуалами, которые нам навязали, мы сами разбиваем себе лоб, мы сами идем, делаем вообще непонятные вещи, и в результате нас приучают к чему? К покорности. Рабы Божьи. Рабы ли мы Божьи? И когда мы стали рабами? Так вот, когда человек осознает четыре мира, это мир Нави, Яви, Слави и Прави, то у него исчезает страх. Перестает быть страх. А что ты теряешь? Вот если ты служишь своему роду, то какой тебе ад грозит? Ад тебе не грозит. Но если ты уходишь, виляешь хвостом и уходишь, служишь каким-то эгрегором, тогда вопрос, что ты делаешь? И для чего ты делаешь? И почему ты это делаешь? Вот тогда, извините, надо сходить в Нави мир и понять, какие там тебя ждут прелести жизни. Но когда ты осознаешь, почему религии украли у нас мир Слави, мир наших славных предков. Ведь мы всегда служили нашим первоистоком, нашим родовичем. И вдруг у нас это украдут, и говорят, вот тут за тебя один пострадал, и вот ты теперь должен всю жизнь платить в грехах рожденные, и так далее, и так далее. Не в любви ли мы рождены? Нас род всегда рождал в любви. Мы всегда в роду получали только любовь. Но когда появились строки якобы от Иисуса Христа в Евангелии, как они говорили, не мир принес я вам, а войну. И отец пойдет на сына, невестка пойдет на свекровь, и так далее. То есть религии несут нам только разрушения и войны. Когда же человек возвращается к своему первоистоку, когда же он осознает, что божественно это в его роду, то здесь открывается уже седьмой фильтр. А где истина-то? Если в религии нет истины, если тонкий мир мы начинаем видеть, а через тонкий мир опять же вот все эти религиозные мессы это не что иное, как черная магия. Ведь, извините, преобразовать винов в кровь, хлеб в тело Христова, что это такое? Это не магия. И поедание это не черная ли магия? Что делают там? Что это за обряды такие, когда отрезают человека при крещении, отрезают его от его рода, не дают матери принести младенца, а именно какие-то крестные должны быть, чужие люди, не родственники. Что это такое? Это не черная ли магия? Которая отрезает нас от первоистока, от осознания того, откуда ты появился. И когда человек это начинает осознавать именно здравомыслием, здравое мышление, оно говорит только об одном, что человек, подчеркиваю, не осознанность, а здравое мышление говорит только об одном, что есть причины следственной связи. И вот по причинно-следственным связям ты являешься потомком своего рода. И у тебя есть цепочка твоих родовичей, которая насчитывает тысячи и миллионы. И когда мы начинаем вот ее, эту цепочку прокручивать, оказывается, что все мы, все мы, вот белая раса есть, да, есть пять рас на нашей земле проживающих, и то между собой они связаны. Но белая раса, мы все есть братья и сестры, вот по корневому, у нас единый, единый исток это род, наш род. И мы же жили, наши предки жили в природе. И здесь тогда все становится понятно, что мы, вот наша матушка природа, наш отец род, кому мы единственному должны служить. И вот когда мы это осознаем, вот только тогда приходит у нас осознание, понимание того, что мы и есть те самые дети первотворца нашего рода, которые, у которых вот у Бога нет рук, кроме двух наших, да, и вот этими руками мы создаем этот мир. И у дьявола тоже две руки, которыми разрушается этот мир. Так вот посмотрите, подумайте, посмотрите на свои руки, и вот этими руками вы что сейчас делаете? Создаете или уничтожаете этот мир? Да, мы продолжаем идти, как бы там ни говорили, как бы что, но мы продолжаем идти по тому сценарию, который нам навязали, вот в результате навязывания вот этих вот семи фильтров. И если мы сейчас не осознаем это, да, то, ну, тогда, извините, тогда нужно будет пройти этот путь заново, поменять мерности, пройти этот путь заново, заново обнуление, и заново колесо сансара, оно так и крутится. Но когда человек осознает, что он начинает очищать свое пространство, первое, сначала материальное, свою привязанность к материальным объектам, потом, второе, это нужно научиться благодарить всех, не искать виноватых в окружающих, а сначала в себе посмотреть, что ты сделал не так. И научиться благо дарить, чтобы благо получать. И вот тогда у человека происходит, вот, наступает здравое мышление, потому что пока ты благо не подаришь, как истинный первотворец, то ты благо и не получишь. Следующий момент, это очищение своего физического тела. Вот, вчера увидел у Дениса, забыл его фамилию, очень интересный эпизод, да, что в шоколадке магнитом прилипаются, сегодня съезжу, обязательно куплю магнит, который вешают на счетчик, и пойду, пройдусь по шоколадкам. Человек становится здравомысленным только тогда, когда все, что он видит, он начинает проверять. Так вот, со своим телом надо в первую очередь разобраться, какие продукты ты кушаешь, и нужно очиститься. И для этого тоже я уже с самого начала сказал этот лайфхак, да, или как это, смекалку, да, попробуйте, попробуйте поголодать, если ни разу этого не делали, хотя бы 36 часов, и ориентироваться так, что не сколько прошло, а сколько, вот, до какого периода мне нужно, вот до какого часа. И вы заметите, что голодание пройдет очень легко. Самое главное, вы уберите слово голодание и замените его на слово очистку. Но скоро на своем канале я выложу видеосюжет, мы с Аллой Житяевой про это подробно рассказываем, что такое голодание и как надо к нему относиться. Так вот, следующим моментом надо избавиться от наших эмоций. Когда мы получаем тумаки правды, чужой правды, нам кажется, что это не истинно, и возникает единственное, что это отстоять свою правду. Но когда к вам приходит чужая правда, это возможность, потенциал возможности расширить эту правду до уровня истины. И чем больше вы будете получать информации и уметь ее правильно анализировать, вот, у нас 4 сентября начинается новый сказ во благо рода, и всегда, перед началом сказа, я всегда даю инструмент для того, чтобы работать с информацией. Потому что многие люди просто не умеют работать с информацией, они ее боятся. И чтобы раскрыть свое сознание, раскрыть свое мышление, нужно просто правильно воспринимать и относиться правильно к информации. Так вот, когда мы убираем свою эмоциональность, убираем свои страхи и свои привязки к тем или иным объектам, то у нас расширяется мышление именно исходя из того, что мы становимся спокойными. Эмоции уходят из нашей жизни. Безусловно, эмоции, они появились, вот это вот эмоциональное состояние появилось от наших отцов и матерей. То есть, нас с детства программируют, мамы и папы нас программируют, исходя из того, что в них заложено. И с каждым разом, да, вот поколение, за поколением люди деградируют, и можно себе предположить, что сейчас в нас осталось. И нельзя, вот тоже говорят, а зачем мне воссоединяться со своим родом? У меня там в роду одни пропойцы, убийцы, там и так далее, и так далее. Так вот, когда мы воссоединяемся со своим родом, мы можем заметить следующее, что скорее всего наши родители действительно не правы. Но наши предки, те, от которых произошли наши родители, они-то были более здравомыслены. И когда вот мы проходим в этих медитациях это понимание, что на самом деле все имеют право ошибаться, и мы имеем право ошибаться, наши родители имеют право ошибаться, прабабушки, прадедушки и так далее. И наступает вот это осознание прощения, когда мы понимаем, что на самом деле действительно каждый имеет право ошибаться и ошибался, и имел свою меру понимания. И вот тогда приходит вот это вот благостное состояние внутренней гармонии, что на самом деле наш род, он всегда с нами, наш первоисток всегда с нами. И вот тогда у человека действительно появляется такой внутренний запал. Все, что в жизни происходит, происходит для того, чтобы чему-то научить. И вот здесь самое главное, это уже поставить свои цели, правильные цели, исходя из вот этих вопросов. Для чего ты это делаешь, какой период времени ты будешь делать и что ты будешь делать для того, чтобы это получилось. Вот когда человек живет именно таким образом, он становится тем самым магом. Он становится тем самым живым, настоящим сыном первотворца. Вот сейчас очень много рассуждений, надо такой-то документ подписать, такой-то. В телеграме выложил одну меру понимания от Сурьяры, это круг мудрости Руси. Ребята говорят, посмотрите. И у многих просто пошло отторжение. На самом деле, зачем кому-то какими-то бумажками доказывать, что ты имеешь право. Ты славный потомок своего рода. И этим нужно гордиться. И я предлагаю в этой же группе, да, вот я уже выкладывал вчера этот видеосюжет, вот просто чтобы закрепить ту информацию, которую я вам сейчас дал, вот пройдите ту медитацию, там я рассказываю о сказе, который у нас будет сказ во благо рода, у нас начнется 4 сентября, да. И там коротенькая медитация о том, чтобы ты увидел свое родовое дерево. И вот мне такие отзывы пишут, да, говорит, такой образ пришел родового дерева, такая, говорит, сила внутренняя. Так вот, сила внутренняя, она всегда с нами. И если мы достигаем вот этого уровня гармонии, когда убираем вот эти фильтры, то мы становимся спокойными, размеренными. И мы начинаем понимать, когда видим окружающих людей, мы начинаем понимать, какой фильтр сейчас стоит на нем. И нужно ли тогда в этом случае ему что-то доказывать. Или у человека просто свои уроки в жизни, которые ему нужно пройти, чтобы этот фильтр просто наждачкой стерся с его глаз. И вот тогда у нас наступает спокойствие и понимание того, что никому не надо ничего доказывать. Нужно просто жить, выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы просто кайфовать. И когда ты начинаешь кайфовать от своей жизни, от своего мира понимания, то все остальные люди начинают на тебя обращать внимание. Посмотрите на Марию Шукшину, я выкладывал. Ну, это просто, она не просто героическая женщина. Это действительно настоящая дочь, светлейшая дочь своего отца. Посмотрите про Шукшина, какие у него были потрясающие мысли. До сих пор они отличаются глубиной. И какая дочь у него, это истинный герой нашей Родины. Вот нужно стремиться быть подобными, достойными сынами и дочерями наших родов. И все эти шоры, которые нам навязали, это всего лишь пф, который может развеяться. Я завершаю свое повествование. Я думаю, что мой посыл уже и так понятен. И приглашаю на сказ во благо рода «Пятый поток». Он на 80% полностью переделанный контент. Как минимум, ветераны, пожалуйста, напомните, если вы еще не в группе четвертого потока, он же теперь в одном потоке, в одной группе будут проходить все сказы. И каждый раз я буду стараться дополнять что-то новенькое, что-то выкладывать такое, чтобы расширяло наше сознание. Друзья, благодарю за то, что нашли время послушать данный видеосюжет, данное послание. Все у нас хорошо, а будет еще лучше, если мы будем к этому стремиться. Всего вам доброго.